Так, настройка. Значит, для настройки что нам надо? Что нам надо для настройки? Либо вот такой маленький тюнер на прищепке. То есть мы его вот так берем, но в основном я использую его для... на выход. Смотри. То есть вот туда прицепляем, включаем. И поехали. Значит, ключ у тебя есть. Сейчас вот так, наверное. То есть здесь строит строй Е так. Начинаем считать струны. Если ты правша, то первая струна для тебя вот отсюда начинается. Е, В, Е. Вот 1, 2, 3. Первая струна, 2, 3. Начинаем настраивать. Начинаем настраивать самую тоненькую струну. Первую. То есть вот мне показывает Е, да? Все, вот оставили. Видишь, да? Чем больше зеленого... Чем больше зеленого мигает, тем лучше. Готово. Вторая струна. То есть это я проверяю... Первую струну я проверяю смычком. Сейчас, может, вот так... Может, не... Первую струну я проверяю смычком. Вторую струну я проверяю пальцем. Тоже видишь, да? То есть зеленая появляется, значит, все тоже. Я ее не трогаю. Вот она настроена уже. То есть колки, вот, крутишь туда-сюда до появления эффекта. То есть потом строй, как ты проверяешь строй. Вот ты настроила Е, В, да? Оно должно уже звучать. То есть... Есть, да? Все, есть. Дальше поехали. Третья струна тоже Е. Сейчас. Вот. Тоже проверяем вместе со средней. То есть со второй. Вот. Вторую, третью. Я провожу смычком по второй и третьей струне. Теперь все вместе. Все, готово. Все, готово. У тебя строй стоит... А, G, C. То есть первая А, вторая G, а третья С. Понятно. Так, я не знаю. Попробую сейчас на своей построить. Еще можно сплошь на планшет, если у тебя планшетовый смартфон, скачать приложение на андроиде. На чем там еще? У меня на андроиде. Вот. То есть тоже все то же самое здесь. Он работает от микрофона, который есть в смартфоне. И тоже... Тоже реагирует. Тоже. Реагируй. Ну, разобраться просто. То есть здесь тоже все буковки эти есть. Струим. Ну, сейчас покажу. Так. Ага. Ну, смотри. Вот. Тоже все буковки тут есть. Вот. Можно настроить. Без проблем. Сейчас я попробую А, Дж, Ц вот этот строй построить. Но я думаю, что это не... Не к этому инструменту. Так. Туда и сюда. Нет, это конечно же. М-м-м-м-м. Парши. Туда и сюда. 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 вот видишь если перекручиваешь начинает лопаться струна вот она то есть волосик какой-то хиленький попался и ушел перетягивать ни в коем случае нельзя это я просто рискнул ну чтобы показать то есть тоже волосик убирается там я попробую что у нас там джи сейчас я на тон ниже попробую сделать чтобы можно на слух настроить можно то есть это никто не запрещает вот я на слух сейчас наставил допустим пока так так вот у меня получилось 2 2 3 у меня получилось 1 2 не значит я не трогаю первую вторую третью я трогаю первую ну слышно вот видишь я не смотрю туда то есть я просто на слух на слух то есть можно настроить и 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 Вот, понятно, да? Теперь я смотрю, какие буквы у меня получились. Это у меня Фа с решёткой, С с решёткой и Фа с решёткой. То есть понятно, какой строй. Вот таким макарем. То есть ещё, ещё. Так, тебе нужна, тебе нужна канифоль для смычка. Канифоль. Канифоль. Сейчас я посмотрю, канифоль. Канифоль. Так, это вот такая штука. Это чё она была? Ну, ладно, это пойдёт. Канифоль. Значит, это вот такая штука. Стоит она не очень-то дорого, но она нужна для смычка. То есть вот таким макаром. Так, сейчас я тряпочку вот так подберу. Вот. Вот таким макаром мы её канифолим. Вот эту вот штуку. Это можно делать, но как... Он перестаёт играть. То есть ты услышишь, если он перестанет играть. Значит, нужно канифолить смычок. Так. С этим понятно. Ещё. Если порвут... То есть если ты захочешь, чтобы... Сейчас, господи, надо столько вырезать придётся. Если тебе не понравятся струны конский волос, можешь поставить на него струны от альта. То есть они будут немножко громче и не такие капризные, как конский волос. То есть это вот... И они громче, естественно. Понятно. Здесь стоит, значит... Третья и вторая струна от альта, и вторая струна от скрипки. Вот так. Если что. Ну, это... Это нужно экспериментировать. Так. На этом всё. Поехали.